Зеленую территорию в Ушаковой балке можно благоустроить по примеру английского парка. Такое мнение высказал депутат законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый. Облагораживая парковую зону на корабельной стороне, необходимый комплексно с учетом существующих проблем Ушаковой балки, добавил парламентарий. На самом деле это очень перспективное место, несмотря на этот страшненький пейзаж. Дело в том, что это нетронутый, с многолетними деревни, очень интересный парк. И он просто просится под хорошую реконструкцию, но под такую реконструкцию, чтобы не было снесено ни одно дерево. То есть вписать дорожки, полянки и прочие вкусности вот в этот существующий зеленый шатер. Он здесь прекрасен. Здесь можно видеть вот здесь вот канава. Это опять же нарушение дренажных систем, систем капрозра, то, что мы наблюдали на улице Макарова. То есть несоблюдение правил сбережения территории с точки зрения водоотвода, размывания поверхности, может в итоге привести к плохим вещам, вплоть до катастрофы. Вот над нами вот это, уже железнодорожная насыпь. То есть, разумеется, это все в комплексе, нужно решать ту проблему. Реконструкции требует и акведук, расположенный на выходе к пляжу. На сегодняшний день памятник архитектуры разрушен, говорит Михаил Чалый. Это историческое место, которое драгоценное, которое надо сохранить. Можно посмотреть, что к нему сейчас пристроилось, какой там находится вонючий, извините, сортир. Непотребный совершенно. Это тоже требует, извините, бережного ухода и приведения в порядок. Приступать к благоустройству и реконструкции зеленой зоны без четкого и подробного плана нельзя, утверждает депутат законодательного собрания. Прежде чем пригонять технику и выкладывать плитки тропинки, необходимо решить, как сделать так, чтобы ни одно многолетнее дерево не пострадало. Резюмировал Михаил Чалый.